75 тысяч тонн драгоценной руды в 2017 году. Именно такой объем планируется вывести с Верхней Муны. Коренное месторождение содержит, состоит из четырех кимберлитовых трубок с совокупными запасами порядка 65 миллионов тонн руды. Ввести объект в эксплуатацию планируют в следующем году, а выйти на проектную мощность в 3 миллиона карат уже в 2019. Но о том, какие работы на месторождении ведут сейчас, узнавала Ирина Балкова. Первый взрыв, первые тонны руды, новые рабочие места. Все это о Верхнем Мунском месторождении. На днях в Удачном работала группа специалистов из Оленёкского улуса, в которую вошли глава района, старейшины и экологи. Они проехали по временному технологическому проезду, побывали на месторождении. После представили свои заключения. Увиденным мы остались довольны. Конечно же, нас в первую очередь интересовали вопросы сохранения экологии. Вопросы, те, которые мы обсуждали в ходе общественных слушаний у нас в Оленьке. И мы видим, что компания «Алроса» и подрядчики, судподрядчики выполняют все условия по сохранению экологии. В январе текущего года первые тонны алмазоносной руды с месторождения были доставлены на обогатительную фабрику в Удачный. А на прошлой неделе прогремел первый взрыв на рудном теле. К этому событию специалисты шли не один год. Подготовка шла, конечно, долго. Пока дорогу строили, пока всё. Ну, потом поступил приказ, заревили, отработали. 99 скважин, 11 метров. Какая использовалась за ручок? А взрывчатка из гарамонита, гранулатол. Вот эта руда, которую вы видите, она будет вывезена как опытно-промышленная партия в Удачный на фабрику. Там помыто. Специалисты оценят процентное содержание. В общем, и другие параметры, которые нужны эксплуатационщикам. И всё, и заработает. Тут не одна трубка. Их тут несколько, две из которых мы сегодня начинаем разрабатывать. Помимо технической составляющей, ключевая задача сегодня – подбор квалифицированного персонала для работы на объекте. Отдел кадров Удачинского горно-обогатительного комбината уже начал активную работу в этом направлении. В ближайшем будущем рабочая группа совершит первую поездку по городам и поселениям района и республики. Цель – познакомить потенциальных работников с перспективами. Ближайший выезд планируется со Склах и Оленёк.